В налоговой инспекции Сургута назвали фейком появившуюся информацию о якобы сократившихся сроках камеральных проверок и выплат вычетов. Об этом сегодня нам сообщила начальник отдела работы с налогоплательщиками Надежда Прохорова. Она также рассказала о возобновлении очередного этапа амнистии капиталов и об открытии регионального ситуационного центра для предпринимателей. Подробнее об этом и другом в рубрике от первого лица. Региональный институционный центр возобновил свою работу в связи с действиями недружественных государств. На основании этого налоговая инспекция, Федеральная налоговая служба регионального уровня возобновляет работу и собирает обращения граждан с целью создания дополнительных условий для бизнеса. Налогоплательщики, которые обращаются, налоговый орган, они могут это сделать либо по телекоммуникационным каналам связи, либо на электронный адрес, который указан на официальном сайте Федеральной налоговой службы, в разделе автоматический автономный округ, через личный кабинет, либо лично. Все эти обращения аккумулируются, направляются в вышестоящий орган, рассматриваются. И, соответственно, на основании этих обращений создаются меры поддержки для нашего бизнеса. С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно налоговые инспекции начинают принимать специальные налоговые декларации. Это уже четвертый этап амнистии капиталов. Кто может предоставить такие декларации? Такие декларации могут предоставить налогоплательщики, у которых есть за рубежом какие-либо активы. Это может быть недвижимость, это могут быть какие-то банковские счета. Основная особенность именно четвертого этапа, что сейчас расширен перечень таких активов, это могут быть и наличные денежные средства, и иные виды активов. Налогоплательщики предоставляют такие декларации только лично в налоговый орган, используя либо специальную программу, которая размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы, либо заполняют в налоговом органе лично. Декларант освобождается от всех видов ответственности, это и налоговая, и административная, и уголовная ответственность. Те, кто граждане получили доход в 2021 году, например, от продажи недвижимого имущества, движимого в собственности владения менее трех лет, они обязаны задекларировать доход за исключением сумм по недвижимости. Если до миллиона рублей, то мы не декларируем доход, если до 200, иное имущество до 250 тысяч рублей, мы также не декларируем доход. Во всех остальных случаях также декларирование продолжается. Срок предоставления декларации не позднее 4 мая и срок уплаты по исчисленным суммам не позднее 15 июля. В 2022 мы оплачиваем налоги за 2021. Соответственно, сводные уведомления, которые придут в 2022 году за 2021 год, не будут включаться суммы по начисленным вкладам по депозитам. И в 2023 аналогично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова